Регионы страны активно формируют стабилизационные фонды. Предварительно овощи проходят контроль качества и попадают в холодильные камеры. Картофель, капуста, морковь и лук зимой поступят в торговые сети, а также больницы, школы и детские сады. Первоочередная задача – обеспечить внутренний рынок. Излишки пойдут на экспорт. География поставок – более ста государств. В республике растет заболеваемость ОРВИ, в том числе ковидной инфекции, среди детей. Однако темп прироста ниже, чем в прошлом году. Тяжелых пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, нет. К слову, сейчас учащимся разрешили отсутствовать на занятиях без медсправки до пяти дней. Однако специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и в течение этого времени обратиться к врачу. Беларусь поставит в Россию рекордное количество карьерных самосвалов. Уже есть заказ на 900 машин. Больше 11 тысяч сейчас работают в стране соседки. Спросом пользуется техника грузоподъемностью в 130 и 220 тонн. Есть планы экспорта и беспилотников. Основная задача завода – импортозамещение. На него уже потратили полтора миллиарда долларов. БелЖД назначила дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург в канун Дня Октябрьской революции. Длинные выходные в Беларуси выпадают на период с 5 по 7 ноября, в России – с 4 по 6. Также в школах начнутся осенние каникулы. Перевозчик ожидает большой спрос на эти даты. Продажа билетов уже открыта. В Бобруйском районе горела баня. ЧП произошло в субботу в поселке Доманово. По прибытию спасателей хозяйка находилась на улице. Обуглена стена и частично потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – нарушение правил эксплуатации печей.